Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. В этом видеоролике, ребята, будем делать бачок. Это будет масло-бак для турбореактивного двигателя. Поехали в подвале. Герметичных сосудов я еще пока что не делал. Так что сварка должна быть весьма интересная. Листовой материал алюминий, сплав AMG. Должен хорошо свариваться, не трескаться, толщиной 2 миллиметра. Обработаем точно грани на фрезерном, скоростной фрезой. Простейшими прижимами все крепится. Качество довольно-таки высокое получается. Сварка алюминия серьезная. Порядка двух сантиметров возле шва должно быть зачищено, чтобы снять оксидную пленку. Можно даже сделать вот так, чтобы было немножко эстетичнее. Обезжириваем. Сварка алюминия требует просто стерильной чистоты. Сваривать буду вот в таких тисках. Я их немного доработал. Они здесь были покрашены, а я их профрезеровал, чтобы можно было создать контакт столь необходимый при сварке. Итак, вставляем наши детали. Удалось вот так выставить. Думаю, будет удобно варить. Пришло время тиг сварки. Буду варить на 44 амперах. Будем использовать очень темный фильтр от обычной сварки. Посмотрим, что получится. Вот как-то так, ребята, получается. Сварка периметров состоялась. Вырезал донышко. Здесь предусмотрены уши крепления. Будет снизу стенда заводиться бачок и закрепляться шурупами. Делать нужно все качественно, потому что тара должна быть герметичная. Теперь токарная сварка. Пора уже заняться штуцерами. Вот эта болванка вся пойдет на один из них. Теперь мы это хозяйство переважаем. Такой получился основной штуцер. Это будет штуцер забора масла из бака. Закончилась дюраля. Пришло время воспользоваться, ребята, алюминием, найденным на металлоломе. Вот недавно приобретенная. Отрезал два кусочка. Нужно еще наделать несколько штуцеров. Очень даже похоже, что это тоже D16T. Обрабатывается хорошо, ребята. Получилось 4 штуцера. Хотел избежать большой токарки, но по всей видимости придется порезать металл еще чуть-чуть. В баке должно быть дренажное отверстие. Хочется добавить возможность фильтрации выходящего воздуха от паров и капель масла. Делаем стаканчик под сварку и крышку из алюминия. Делаем стаканчик под сварку и ломомым. Паччем сначала переплываюсь. Делаем стаканчик под сваркой и паяльной перезон. Делаем стаканчик под сваркой. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая получилась деталь. Осталось выточить крышку и можно вваривать. Внутри этого пространства будет отделяться масло от воздуха. В последний момент решил сделать отверстие под углом, чтобы обеспечить центробежный эффект отделения. Не знаю, будет ли это работать. Я туда еще хочу засыпать кое-что. По крайней мере не помешает. Для начала сделаю на крышке накатку. Инструмент для накатывания выглядит вот так. Здесь есть рифленые ролики под углом и должна быть ромбовидная накатка. То есть вот так. Ролики могут изменять свое положение. Чтобы иметь одинаковый прижим, они самоцентрируются. Ролики выбрал самые крупные. Но дело в том, что с такими роликами сложнее всего попасть в рисунок. Рисунок начинает накатывать друг на друга. В итоге вместо крупного рисунка становится очень мелкий. Сейчас я немного частично накатаю и постараюсь попасть. Такое ощущение, что все попадает, ребята. Вот что получилось. Все-таки имеет место двойной рисунок. Ромбы могли бы быть еще более крупными. Нарезаем резьбу. Вроде бы пошло. Даже люфта нет. Хотя мне кажется, надо немного расширить. Потому что при сварке может повести чуть деталь. И тогда оно перестанет закручиваться. Не алмаз, конечно, но тоже очень хорошо точит резец. Я не знаю, ребята, из чего он сделан. Это с горнодобывающей промышленности. Но вот он такой круглый. И начисто отлично обрабатывает. Прокладка для уплотнения горловины сделана из тефлона. Продолжение встает. Продолжение следует. Продолжение следует... Прикладка для уп SCOTT' Всё, ребят, маслобак полностью готов и подключен. В следующих видеороликах можно будет уже начинать колдовать жидким топливом. Когда-то, ребята, я просто мечтал купить себе такой бачок. Поставить его вместо штатного в автомобиле, чтобы он был маленький, легкий, чтобы участвовать в драг-рейсинговых соревнованиях. Можно было значительно уменьшить массу авто. Но теперь, оказывается, я могу такое делать у себя в мастерской. Это просто фантастика какая-то и роскошь. У меня на этом всё. В следующем тематическом видеоролике мы займемся подачей жидкого в этот реактивный двигатель. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok